друзья всем привет вы нас очень часто спрашиваете про упаковку по поводу того что почему мы ее мало снимаем хотя сейчас мы практически все букеты в конце вам показываем как мы упаковываем и вот я хочу снять для вас небольшое видео компиляцию с тем чтобы вы посмотрели как мы паку наши букеты вообще вот сегодня у нас такие вот красивые букеты на витрине посмотрите как правило я уже неоднократно это говорила мы всегда используем либо пленку двух цветов либо два листа разной пленки вот например как здесь у нас видите вот такая вот розово-бежевая всегда мы подбираем под оттенки букета розовый бежевый и точно также в такт у нас идет упаковка как мы ставим наши букеты на витрину вот смотрите как мы ставим видите у нас бумага не доходит до воды и также вы можете делать и также может делать ваш клиент покупатель то есть это вполне удобно мы никогда не закрываем низ упаковки когда мы выдаем букетик уже в готовом виде то тогда мы конечно же закрываем либо его техническую бумагу либо вот этот вот низ который остается мы просто упаковываем в пленку прозрачную чтобы человек не испачкался каплями воды особенно если клиенты покупают у нас цветы на свадьбу в красивых платьях идут куда-то на мероприятие но обратите внимание вот здесь например да немножечко вода попала на пленку но это не страшно потому что чем пленка хороша тем что она от этого не страдает в отличие от крафта или какой-то другой дизайнерской бумаги вот видите у нас практически везде два цвета такой еще третий букетик у нас сегодня есть на витрине для вас пример тоже да это вообще меня более мягкая пленка чем-то розовая но это все вот рулонная который мы вам неоднократно показывали мы ее сейчас больше всего практикуем крафт практически не используем потому что как-то нам она разонравился бумагу плотно используем только либо на большие букеты либо для упаковки розы и также отдельно по поводу упаковки хочется сказать что мы используем всегда несколько слоев сейчас для того чтобы все это выглядело более фактурно но как правило стараемся делать так чтобы задняя часть была более закрытая а фронтальная всегда была максимально открыты видите и здесь все очень хорошо видно и вот здесь как бы на передней части нет уголочка для того чтобы ваш покупатель мог увидеть сразу же букет потому что если вы его поставите вот таким высоким углом вперед для клиента то он в первую очередь увидит бумагу и не нужно закрывать цветы пускай наоборот весь этот объем букета будет сразу уже покупателю бросаться в глаза и поэтому посмотрите пожалуйста вот у нас в вазе букеты стоят чуть-чуть под наклоном вот смотрите я вам показываю видите они у нас не по прямой а именно чуть-чуть под наклоном вперед обращены всегда на покупателя то что мы всегда говорим о том что у букета и у любого цветка есть лицо смотрите вот весь объем букета виден здесь третий вариант тоже хоть он и маленький поменьше по размеру да вот фронтальная часть открыты и вы видите что букет обращен сейчас максимально на вас то есть мы считаем что это очень важно при постановке букета и для того чтобы заинтересовать этими цветами покупателя сегодня мы будем упаковывать букет такой зеленовато персиковый гамме смотрите вот показывали вам такую пленку двойную да как мы приобретали вы спрашивали как мы будем ее использовать и мы будем паковать в нее и в такую пленку из-за листов вот она уже нарезана она в листах эта пленка достаточно плотная оказалась и очень скользкой это нее минус но она хорошо держит форму по сравнению с пленкой из рулона поэтому эту пленку мы будем использовать внизу а эту наверху для того чтобы поддержать все форму букета я думаю что нам хватит здесь трех квадратиков отрезаю все вместе с вами чтобы вы это все видели прямом эфире мне не очень нравится в данной ситуации темный уровень поэтому он у нас уйдет вниз его не будет видно мы оставим только вверх поэтому подгибаем и по высоте букета вот таким вот образом видите у нас верхний светлый угол будет виден я взяла три уголочка здесь чтобы было видно по количеству персиков персиковых роз то есть мы зеленые углы должны с вами подложить под персиковые розы чтобы оттенить их на фоне зеленой гортензии то что под зеленую гортензию я считаю что зеленый слой прикладывать не нужно так ну вот посмотрите пожалуйста вот мы упаковали сначала тремя углами зелеными видите все все они оказались у нас под персиковой розой мы будем использовать нашу розовую пленку и сейчас мы первый уголочек который высокий вот видите мы ее сложили таким образом по диагонали глощик который высокий мы сейчас подложим под зеленую гортензию чтобы он у нас перекликался вот с этим зеленым высоким уголком таким образом у вас в итоге все углы по контуру букета будут распределяться равномерно вот здесь у нас осталось пустое пространство и мы сейчас положим сюда 2 розовый слой чтобы закрыть все стыки у букета которые образовались и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok